Мы читаем книгу Исход, 6 глава, читаем со 2 стиха. И говорил Бог Маше, и сказал ему, Я Господь. Являлся я Аврааму, Исааку и Якову с именем Бог всемогущий, а с именем моим Господь не открывался им. И я поставил завет мой с ними, чтобы дать им землю ханаанскую, землю странствования их, в которой они странствовали. И я услышал стенание сынов Израилевых о том, что египтяне держат их в рабстве, и вспомнил завет мой. Итак, скажи сынам Израилевым, Я, Господь, и выведу вас из-под иго египтян, и избавлю вас от рабства их, и спасу вас мышцую, простертую и судами великими, и приму вас себе в народ, и буду вашим Богом, и вы узнаете, что Я, Господь, Бог ваш, изведший вас из-под иго египетского. И введу вас в ту землю, о которой я, подняв руку мою, клялся, дать ее Аврааму, Исааку, Якову, и дам вам ее в наследие. Я, Господь. Маше пересказал это сынам Израилевым, но они не послушали Маше по малодушию и тяжести работы. Я намеренно чуть-чуть быстро прочитал, вы уж простите, но мы сейчас остановимся на каких-то вещах, которые, я думаю, стоит поразмышлять чуть больше. «Являлся Я Аврааму, Исааку и Акову с именем Бог Всемогущий». Интересно, да, «являлся Я». В иврите мы видим такую форму, которая происходит от глагола «видеть». Иными словами, «Я виделся им таким». То есть, речь не идет о имени каком-то, а речь идет о том, что они видели его, как здесь дальше иврит упоминает «Эль Шадай». «Бог Всемогущий» переводит на русский язык синодальный перевод. «Эль Шадай». И у этого выражения «Эль Шадай», «Бог Всемогущий» есть самый огромный спектр толкований, огромный спектр попыток разобраться, что буквальный перевод означает, причем начинается это от попыток толковать, что «Эль Шадай», «Шадай» – это как разрушитель, но другие говорят, что это «Шеадай» – как бы тот, кто дает больше, чем достаточно. И доходит толкование даже до материнской груди, которая кормит, любя детей своих. И казалось бы, почему такой разброс толкований? Но на самом деле, когда мы наблюдаем за делами Господними, мы видим огромные различные дела могущественные, которые он делает. Порой мы видим какие-то жесткие вещи, порой мы видим милость, благодать, больше, чем мы можем даже себе представить. Но тут он говорит Аврааму, Исааку и Акову, то есть Авраам, Исаак и Аков наблюдали меня, знали меня, видели меня, вот как в Бога Всемогущего, но тебе я открываюсь, и здесь используется тетраграмматон, то, что называют «Ютхей вафхей». Это имя или характеристика Господня не читалось слух, вы знаете, и оглаской ее есть разные теории. Кто-то пытается прочесть Иегова, хотя это явно неверно с точки зрения ивритской фонетики. Кто-то более мягко – Яхве, что уже ближе немножко к ивриту. Но на деле мы до конца не знаем. Но мы можем предположить, что означал перевод этого тетраграмматона. Он означал тот, кто был, тот, кто есть и тот, кто будет. Русский перевод – сущий. То есть сущий, живущий, тот, кто… Вот это длительное окончание говорит о том, что это не просто тот, кто когда-то был, не просто тот, кто вот сейчас есть, и не просто тот, кто будет когда-то, а все это вместе – сущий. И вот Господь открывается Сам. То есть Он дает эту характеристику. Человек не может ее со стороны наблюдать, потому что у человека есть ограниченное время от рождения до смерти. И Господь Сам открывается и говорит Маше, вот таков Я есть. Почему Он говорит? Почему именно теперь Он это говорит? Я не знаю, задумывались вы над этим или нет, почему именно вот в этот момент времени, в этот исторический момент, Господь открывается таким образом для Маше. Ведь Он остается всемогущим, правда же? Он Эльшадай – Эльшадай. Он Циваот – Циваот. Но Он открывается еще теперь таким образом. Почему? И дальше говорится, И я услышал стенание сынов Израилевых о том, что египтяне держат их в рабстве, и вспомнил завет мой. Когда мы говорим о вечном, который вне времени, слово вспомнить, но, наверное, не совсем корректно в русском языке. Это вот я, допустим, положил где-то ключи свои и думаю, куда же я их дел? А потом вспомнил точно, я их на тумбочке оставил. Но не может быть так у Господа. Он не вспомнил, в плане забыл от старости, а потом вспомнил. У Него нет старости. Он вечный. Пришло время. То есть, произошла определенная историческая веха, определенное историческое событие, которое подвело черту и вот сейчас. Ныне. Есть такое слово в русском, да? Ныне. Пришло время. Он Бог вне нашего времени, что позволяет Ему видеть собранные витражи. Знаете, раньше на дверях делали такие витражи, на окнах, красивые, из цветных стекол. И если смотреть на них пристально близко, то мы увидим только цвет стекла. Но стоит отойти дальше, 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 и мы видим всю прекрасную картину. Маше находится в том моменте истории, когда включается вот эта концепция вечного. Наступает момент в истории, когда Господь для Маше открывается как Тот, Который создал эту мозаику, как Тот, Который видит все со стороны, все события. То есть, для него вот те страдания, которые еврейский народ несет сейчас, это все больно, трудно, но это то, что должно было произойти. Те страдания, которые произойдут в Египте, это больно, трудно, но это то, что должно было произойти. И обратите внимание, дальше Господь говорит, что Он ожесточает сердце фараона. Ведь Он же мог сделать, наоборот, размягчить сердце. И, ну, наверное, у нас у многих вопрос такой, Господи, ну, почему ты не размягчил его сердце, наоборот, чтобы сразу Маше пришел, зашел в кабинет к фараону, говорит, товарищ фараон, отпусти, пожалуйста. А он говорит, да нет проблем вообще, идите куда хотите. Но ведь Бог мог так сделать. А Бог, наоборот, ожесточает его сердце, чтобы опять-таки показать определенный процесс, определенный путь, непростой путь, путь, наполненный жертвами, путь, наполненный иногда страданием. Но когда мы отодвигаемся дальше от этой мозаики, когда мы видим эти витражи полностью, мы видим прекрасную картину воссоединения Творца и Творения. И когда Маше все это слышит, у него происходит какое-то обновление внутренних мировоззрений. Он, я не знаю, чем он преисполнен был внутри, он вдохновленный, воодушевленный, прибегает ко своим братьям, сестрам, к народу своему, рассказывает им все это и слышит реакцию. Не послушали Маше по малодушию. И вот это слово малодушие, микоцер-рох, его больше нет вот в таком сочетании в Писании. Вот тут оно, малодушие. Микоцер-рох, короткий дух, сокращенный дух. В иврите, в современном, я посмотрел, еще даже это слово иногда обозначает микоцер-аббревиатуру. Знаете, вместо того, чтобы сказать полностью что-нибудь, мы говорим короткую аббревиатуру. То есть, из-за того, что рутина, из-за того, что они каждый день делали тяжелую работу, им было, грубо говоря, не до философии. Знакомая картина? Мы кому-нибудь говорим о вечном, говорим о царстве, а человеку говорит, да мне кредиты бы заплатить, да мне бы с Машкантой разобраться, да мне бы зарплату где-то найти нормальную. Короткий дух. Духа хватает только от работы до дома и обратно. А Бог хочет вместить в этот Дух что-то большее, что-то, что превосходит твои понимания, но для этого надо отойти от вот этой точки во времени, посмотреть дальше на всю картину. И для этого нам нужно, необходимо откровение не просто о Боге всемогущем, а о вот этом сущем, находящемся вне времени, который для любящих его, Писание говорит, все содействует для блага. У них не было желания понять глубокие концепции божественного бытия. Стремление к примитивному лишает нас не только личностной глубины, но и возможности настоящего познания Бога. Если все наше богоискание упирается только в наблюдение за его великими проявлениями, мы не сможем осознать его как сущего. Мы выращены, к сожалению, в стремлении к упрощению, в стремлении к тому, чтобы все сделать вот такой культурой микроволновки. Поставил, купил, открыл, залил, поставил, готово, съел, все. И мы можем на этом уровне оставаться. Вы знаете, как иногда сейчас пишут какие-то вещи в интернете прямо как чудеса, которые, ну, физика обычная может объяснить легко, но человеку не хочется объяснять это трудным путем, он ищет простого объяснения. Господь дает такую возможность, мы можем оставаться на уровне простого понимания, но мы можем пойти дальше, но мы можем углубиться, мы можем расширить наш дух, сделать его не коротким, а широким, вмещающим. Помните, Ешо говорит о том, чтобы расширять пределы, и более того, Писание говорит, что Ешо пришел для того, чтобы исцелить сокрушенных сердцем, и вот это слово сокрушенные сердцем, оно, наверное, ближе к всего к вот этому сокращенному духу, сокрушенные, укороченные, обрезанные, не в хорошем смысле этого слова. Именно поэтому происходят дальнейшие уроки, Господь показывает, главная цель не освобождения от тяжелой работы, главная цель даже не выйти из Египта само по себе, главная цель, он говорит, и так скажи сынам Израилевым, я Господь и выведу вас из-под иго египтян, и избавлю вас от раб своих, и спасу вас мышцу простертую судами великими, и приму вас себе в народ, и буду вашим Богом, и вы узнаете, что я есть ютхей вапхей, что я есть сущий, что я есть тот, кто больше времени, больше какого-то вот этого момента нашего, и когда мы задаем вопрос, а как о нас вспомнят наши потомки, а как мы видим, как мы выглядим со стороны, мы часто опираемся на момент во времени, а надо опираться на вечность, а надо опираться на то, как видит нас Господь, а Он видит нас в первую очередь частью народа своего, там, где мы должны принимать какое-то участие, там, где мы должны быть чем-то большим, чем просто наша профессия, наша роль в семье, наши предпочтения, вы понимаете о чем я? Немножко такие трудные вещи, но я думаю, что нам нужно копаться, нам нужно идти глубже, дальше, нам нужно становиться открытыми для того, чтобы однажды увидеть эту картину, этот прекрасный витраж со стороны и увидеть себя частью этой картины. И вы знаете, для этого иногда придется пройти тяжелые вещи. Я не знаю, каково было ощущение Маше, когда он уже подошел к земле обетованной, когда все те люди, которым он говорил и которые неспособны были принять, они все умерли в пустыне. А вошло новое поколение, которое, наверное, за время в пустыне сумело расширить свою душу, сумело принять и познать и увидеть, научиться ходить с Богом. Иногда процесс хождения занимает одно время, иногда больше, мы все разные, но это путешествие длиною в жизнь. И это, собственно, цель нашей жизни – научиться ходить с Богом, быть с Богом, стать Его народом и частью общей картины Божьего прекрасного бытия. Аминь. Субтитры Семен Продолжение следует...